всем привет 6 ноября наконец-то выпал снег причем сразу много сразу мороз сейчас около 20 я сижу на иксинском болоте зажгли костер сушимся болото все мокрый мокрый по пояс сожалению и до кончилось но у нас есть потевочек мы кипятим чай заливаем в тормозок это прямо здорово выручает слава спит мы нарубили лапника ветра нет в принципе терпимо терпимо но нам надо будет пересидеть 15 часов сейчас 6 часов вечера до 9 утра так что все истории я уже славе рассказал в прошлой сеть не поэтому рассказываю вам утром к нам должны добраться снегоходы если нет то будем уже своими силами выбираться давайте до встречи и и и и и и Скоро проехали полтора километра и тонем, тонем, тонем Лени, наши надежды не опоздали, что лед выдержит До Плотникова, 30 километров отзвонились, сообщили, что мы идем навстречу нам бы пусть кого-нибудь отправили Что еще? Хочется бы не услышали подтверждение того, что нас Леха понял Хочется боюсь Цель Луч Бутына у нас в водах Подожди Ладно, давайте потом скажем дальше, что было. Все, Слав, дальше не пойдем? Давай тут. Мы сейчас зашли небольшой. Островок, в этом болоте, в этом болоте дров нету, здесь наломаем, короче, сейчас задача какая, топора нет, короче, сушины наберем побольше, потом надо будет наломать лапника, разогрел здоровый костер и лапником населим, будем ночевать, короче, что получается, мы пошли до Лексы. Пошли до Лексы, навстречу, нам с Плотникова должна была прийти вездеход, и он, короче, сейчас отзвонились по спутнику, оказывается, у него там какие-то проблемы, он не сможет приехать. Они созвонились с ребятами, которые на снегоходе попытаются проехать за нами по нашему следу, но я что-то сомневаюсь, потому что там болото не застыло, то есть у них шанс утонуть там как бы очень велик. Поэтому все, они выйдут только завтра утром и будут около нас где-нибудь уже к обеду, то есть без вариантов, ночуем, как бы нам не хотелось здесь. То есть что у нас есть, у нас есть один спальник маленький, пуховый, теплые вещи, сейчас где-то ближе к 20 градусов, наверное. Я вообще не собирался, честно говоря, в зиму, я вон даже в Вейдерсах иду, мне повезло, что я вообще взял, шли, все мокрое, полные ботинки воды, сейчас будет сушиться. Так что сейчас разлеграем костер, и там я вам уже подробности расскажу, что и как. Самые лучшие дрова из кедры, причем кедру желательно найти стоящую, если она стоит и сухая, значит она высохла абсолютно, если она упала и полежала маленько уже горизонтально, она потихоньку в себя влагу вбирает, поэтому надо брать сухую стоящую кедру. Елка не подходит, потому что если мы будем спать возле нее, нас подождет искрами, искра дает сильную, елка дает сильную искру, угольки отлетают щелчком, поэтому берем кедру. Береза тоже как бы не подходит, она гниет в коре, от нее берем только кору, стоячую находим. Для розжига подходят веточки, которые стоят у живого дерева снизу, они абсолютно сухие, вот елочку сейчас мы ее обдерем. Кора подходит, сейчас посмотрим, что тут есть под конеч. А Палыч говорит, что самая лучшая растопка это смолистый корень сосны, то есть он просто родился там, где одна сосна, и поэтому другого ничего нет, ну практически. Поэтому пользуйтесь тем, что есть, поэтому берешь корень сосны, он смолистый, он сохраняется очень долго. Зима началась просто внезапно. Я чудом взял просто, знал, что еду на один день, взял вейдерсы. Это те самые вейдерсы, которые мне хищник подогнал. Юль, привет. Когда мы на Новосюганской болото ездили, у меня вообще раньше вейдерсов не было, ходил в этих телепузиках. А тут удобно, даже что-нибудь подснять, выпрыгнул, прям в болото постоял, поснимал. Я такое сейчас думаю, ну возьму, вездеход поснимать. А на кто бы думал, что вообще, мне кажется, пригодятся зимой. То есть ты идешь по болоту, проваливаешься, в принципе, ноги... Ну, холодно, конечно, неприятно, там все сырость хлюпает. Но это... Там носок из этого пенаулитана, такой толстый. И он, в принципе, тепло отдает. То есть меня они как бы сейчас не окалели. Да, Слав? В ахуе. Шерстяные носочки, да? И когда мы поехали в Восюганское болото, то есть я такой думаю, что-то, что-то это, ну, снаряги нет, никакой нету. То есть пошел хищник, все, договорился с ребятами. Там огромный выбор всего. Короче, взял погонять, причем так взял, что до сих пор как бы гоняю, не отдал. Так что это, обращайся, обращайтесь, обращайтесь. И вообще смешная история с Восюганским болотом. То есть мы в том году не прошли, и я такой думаю, ну ладно, пойдем в этом году. А этот год, сами видите, закончился сезон, именно летний. По зиме у меня желания особо, болота не было. Но тут ее позвали отогнать вездеход на Иксинское болото. А Иксинское болото это отрок Восюганского болота. По сути мы сейчас находимся на Восюганском болоте. Как говорится, бойся своих желаний. Пока по болоту шли, прям одежда не совсем зимняя. Прям вспотел, прям пар идет, сейчас подмерзать начинаешь. Прям реально, город 120, наверное, есть. Так что сейчас быстренько-быстренько костер, прям надо высушиться до хруста, иначе мы замерзнем. Все, Слава, как у вас в деревне говорят, главное не набирать желтый снег. У Славы нет настроения. Ничего, ничего, сейчас чайок попьем, разговоримся, будем еще песни петь. Ты тоже давай снимать, у тебя нападет, мокрый все. Еще обидная ситуация, то есть выпал первый снег, так называемый межсезонье. Просто в лесу ни птички, ни снегиря, ни, блин, ни синички, никого нету. Тишина полная. Ни следов, ни соболь, ни гвоздь, все стоят просто охерели. Как и мы, никто никуда не ходит. Поэтому ружья есть, но никакой еды мы с помощью их добыть не можем. Поэтому вот так вот, в межсезонье. Лучше, как я понял, в межсезонье не попадаться. Не ездить через болото, на болото. Делать здесь нечего. Что, пробуем? Вот, видишь, носок губеритановый. В принципе, похер. Он сырой, конечно, неприятно. Здесь вообще беда. Да, прямо сейчас. Что, господа, сегодня примерно так, 5 ноября, толком уже точно уже не помню. Итак, мы находимся на Масюганском болоте. Бойся своих мечет, как называется. Где-то 5 дней назад меня попросил товарищ. Так я умею управлять его вездеходами, которые производит Алексей Степичев. Попросил съездить, потому что он заболел, с клиентом, который купил новый вездеход, отвезти его на заимку. Сказал, что завтра вернетесь. Ну, край послезавтра. То есть на выходные я подумал, почему нет. Ихсинское болото. Это от Роква Сюганского. Собирались с прошлого года туда. И так не получилось, что уже сезон заканчивается. Погода отличная. Солнце, золотая осень. Повезло просто. Скидал. Готовые вещи были. Бродни, сапоги, чуни взял. Обычная куртка осенняя, рульё. И поехал. Поехали. Какое число? 29. 30 октября. 30 октября. Представляете? Как будто бы... Что? Июль, ты знаешь? Май. Май. Двинулись на Иксу. Кожевникова на Шигарке. И дальше через болото на Иксу. Два вездехода, шестиколёсник. И четырёколёсник оба манулы. Давно мы на них не катались. Прошлая поездка наделала шум. Надеюсь, это будет не менее интересной, но более приятной. Кожевникова мы на Шигарке. Слышали, белый пелся. Белый пелся. Кусачий. Проехали через болото. Красота, солнце, отличная погода. Как там говорят в Некокольчике? Ночные катки, да? Самые интересные. Как Белого зовут? Говорил. Денёк. Денёк? Денёк. День и ночь. Легко. На следующий день потихоньку начала портиться. Я был в курсе, что она портится, поэтому не переживал. Решили переночевать ещё раз. И уже следующая ночь, когда стало холодно, уселись уже приключения. Что делаем? Сейчас мы туда, на ту сторону, подготавливаем проезд. Пилим, скидываем. Ну, а потом вот верёвка. Подтащим. Вездеход. И подъезжаем туда. Подтащим. Да, мы сначала вытаскиваем один, потом второй. Давай. Давай, одевайся. Одену тёплые ботиночки. Зимние. 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 На реке Икса. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой. вездеходе который уже бушный который много прошел замерз насос вода попала в бак видим конденсат пока все это отремонтировали завели день кончился оставить еще один день следующий день уже был минус 20 морозьяка выпал снег сами видите 30 выпал снег и холодно очень холодно и он накрыл полностью все болота доброе утро 2 ноября на иксе мороз 15 градусов река встает вот уже видно болота в этом году очень обводнены тем не менее через иксинское мы прошли без проблем поэтому думали вернемся также без проблем то есть получается у нас один из дихо от бушный он как бы шел спровождал новый потом на новом клиент уезжает тайгу ставите капканы по путику на несколько дней дней на 10 мы должны были на следующий день вернуться на старом вездеходе домой они сейчас двинулся дальше всех задача поставить капканы то есть раньше не могли это сделать на снегоходе еще не проедешь вот вездеход именно надеюсь позволит это сделать поэтому наша задача показать им как все работает лебедки печки блокировку как управляется это нюанс и теперь мы едем обратно все наехали поехали поехали и тут же поняли что и все никуда мы не проедет потому что отъехали к избушке сразу провалились вездеход пытается заехать на снег за проседают буксует и все и он садится на пузо прямо этот снег еще где-то и лед появился а болото полностью в воде поэтому вездеход не идет потащились на лебедки раз-два так пять раз и отлебедился весь мокрый по пояс мокрый сразу стало понятно что мы не проедем вернулись на сказали что нужен вездеход с большими колесами нас вытаскивать то есть алексей вопросом этим озадачился так прошло несколько дней ушел связь да ладно чудо ладно пойдем подождем улица с минус 18 это очень хорошо чем сильнее мороз тем быстрее болото замерзнет мы созвонились по спутниковому телефону с нашим товарищем алексеем он уже переживает начинает готовить еще и вездеход на тром 18 на тром 16 большие колеса которые скорее всего здесь пройдет но это тоже кажется то еще авантюра в одного не знаю куда ехать ему обязательно нужен поможете кто здесь был знает куда ехать мы не смогли дозвониться до ребят хотя нет и спутниковый телефон они должны были созваниваться с координатором в томске поэтому мы не знаем как у них дела надеюсь до завтрашнего дня проясница и дальше же будем думать как бы выбираться либо шестиколесник и наш либо они еще будут охотиться ставить капканы сезон тоже терять нельзя мы уже будем своими силами с алексеем вместе это вот смотрите пульет медвед абсолютно свежие смола утекает сзади отметина тут следа не вижу мы ехали тоже лет не было совсем недавно снег уже лежит сейчас пойду дойду до болота там вчера доехали по моему состоянии мороз серьезных может это изменилось там уже будем поднимать решение может быть сейчас пойдет лучший вездеход смотрим она замерзла меня будет держать здесь хорошо видно мы губились болото и все смотрите просто сплошной идет месиво по которому волочится днище никаких колей даже не видно просто по ковру получается колея держит отлично не одержит вездеход не выдержит сто процентов поэтому смысл подождать еще маленько и ушли обратно своему сожалению вот чё пройду дальше лед не стоит буквально минимальный снег вот вчерашняя вода мы протолкнули сюда вездеходом все понятно слет собой начали бегать поэтому наши друзья конечно же первая задача сейчас не нас спасать более нас спасать не отчего мы в теплом доме баня и да они задача ставить капканы иначе теряют сезон поэтому мы подманили ледовьи так силе помогать такие варианты даже все сложно представить то есть ехать по болту мы можем и не скоро сможем еще вариант через китайскую дорогу мы не знаем куда она выходит по реке для через ты наверно да мы рискован понимаете надеемся что алексей сработает и сможет нам пробиться деньга ничего не решает поэтому отдыхаем гуляем слава сколько муки надо по ладу что сколько собираюсь и сколько съешь не поджаристки получается когда голодный есть можно остатки еды в избушке мы подъели и что что ты ждать когда приедет большой вездеход как бы не через 7 один это вариант второй вариант это ждать когда приедет кто-нибудь по нашему следу на большом вездеходе как бы вездехода никакого не оказалось под руками чтобы за нами оперативно пришел поэтому мы предварительно узнав возможно ли двигаться по карте покажу по вдоль иксы выйти на дорогу на бакчарскую дорогу вдоль иксы нам сказали вроде как дорога это есть по китайской там китайская есть китайский зимник по нему вроде проехать можно что типа подзаваленный можно пробовать ехать китайцы готовят лес и сделали просеку по лесу мы на нее выехали видели ее но по на ней следов никаких нет все заросшие наглухо они года три там не появлялись уже поэтому принимаем решение двигаться по этой дороге на одном вездеходе с алексеем все вчера созвонились он должен был приехать вечером но сказал что приедет только в лучшем случае воскресенье вчера был вторник вспоминаю поэтому мы принимаем решение сегодня двигаться сами в сторону плотникова это по иксе китайской дороге мы отзвонились чтобы нас встречали если ночью не выйдем значит мы идем песком не смогли там проехать какая дорога мы не знаем где недавно сделали поэтому никто там не ездит поэтому не знаем что там будет посмотрим сейчас переезжаем по льду речку все полетели сожалению наши надежды не оправдались что лед выдержит у берега сломался провалился я все сделал что и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот так умирает огромное дерево. Сначала его засыхает, потому что съел шелкопрят. Потом поселяются вторичные вредители. А вот видно здесь, как дятел пытается достать личинку. Посмотрите, это капкан многозахватный. Его можно ставить только на колонка и на белку. Вот приманка, свои хитрости, натяжка. А на соболя применяются либо куленки, либо гуманные, так называемые гуманные капканы. Получается, такие маленькие многозахватные ловят за ногу, и соболь долгое время остается живым. И считается мучиться. Цельнозахватные гуманные, они сразу похлопывают, не насмерть, как и куленки. Поэтому вот на соболе запретили, сейчас снимаются, ставят такие, как колонка. А на соболе уже куленки, либо дорогостоящие, цельнозахватные, гуманные. Говорят, что это кто-то пролоббировал, чтобы продавать свои вновь изобретенные устройства. Проезжая, наверное, километров 5-6, у нас ломается крестовина, которая запасная, у нас взята с собой была, она не подходит. Все это видели. Дальше вариант. То есть, либо мы возвращаемся на избу, где уже кончается еда, и к нам туда никто не может добраться. Либо мы идем в Плотниково. Третий вариант. Мы сидим у вездехода и ждем, когда приедет вездеход в Плотниково. Мы отзвонились в деревню, отзвонились Алексею. Информация была такая, что вездеход должен выезжать. Сказали, что вездеход выезжал нам навстречу. Сами понимаем, что до Плотниково 40 километров. Мы уже прошли 15. Остается там небольшое расстояние. Причем от Плотниково там поля сначала идут, потом болот. И если мы сегодня весь день идем пешком навстречу вездеходу, то мы проходим километров 10. То есть, как бы очень здорово сокращаем. Причем проходим самую тяжелую часть, как мы заболочим. Мы подумали, что силы у нас есть, еды у нас нет, делать нам нечего. Берем легкие вещи, ружья. И идем, 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 идем. И вот доходим до этого места. Звоним. Уже темнеет. Звоним Алексею. И он нам говорит офигительные новости. Вездехода не будет. Это ошибка. Дороги там нет. Поэтому, ребята, либо возвращайтесь назад. А у нас ни сил, ни возможности такое уже сделать нет. То есть, до избушки порядка 20 километров по болоту. То есть, мы весь день шли 9 километров. То есть, а нам надо пройти, получается, по болоту 20 километров. Это нереально. Тем более, уже вечер. Все, надо отдыхать. То есть, помощи нам ждать некуда. Поэтому мы ночуем здесь. Из положительных новостей. Завтра ребята попытаются на снегоходах, на горных, пройти по болоту. Пересечь Икосинское болото по воде. И приехать к нам. То есть, я не знаю, получится у них или нет. В любом месте, где они остановятся, они там и останутся. Поэтому им надо все болото идти просто на полном ходу, чтобы пересечь его. Опять же, сможем мы с ними выехать. Уже с пассажирами тоже не факт. Ну, в любом случае, это как бы выехать. Они привезут какой-то еды там. Ну, и как бы... Хоть что-то происходит. А то уже 7 дней сидеть уже, конечно, надоело. Поэтому сегодня что мы? Принимаем решение ночевать прямо в лесу. Без палатки, без, по сути, теплых вещей. Сейчас разожгли костер, сушимся. Лапнико сейчас еще подтаскаем. Дров приготовим. Ну, да, длинная ночь предстоит. Сейчас у нас часов 5, наверное. 5-6. Светает в 9. Ну, сами можете посчитать. То есть, 15 часов надо будет просидеть у костра. Погода минус 18 где-то примерно. Так, ну, мороз хороший. Что? Что? Будем... Завтра приедут ребята, то будем пробовать выбираться с ними. Если не приедут, я уже, как бы, конечно, не знаю. Геликоптер нужен, походу. Да, Слав? Всем привет. Мы переночевали, выжили. Сейчас градусов 16, нам потеплело маленько. И как бы там ни хотелось, не казалось это смешным. Мы сейчас возвращаемся обратно, на Иксу. Потому что ребята, мы созвонились, они выехали. Проехали на снегоходах через болото. То есть, я думаю, к нам должны подъехать где-то через... Ну, к обеду. Сейчас мы вышли на Иксу. И уже будем здесь их ждать, потому что еще 9 километров по болото идти уже, конечно, сил нет. Давайте, до встречи. Там еще режимы. Есть обучение, всякие разные, они объясняли. Начали двигаться в сторону избушки, на которой мы уже много дней провели. На самом подъезде к избе один снегоход отключился. Новый снегоход просто заглох, и все, и не заводится. Поэтому мы добрались до избы пешком, и с удивлением, радостью обнаружили, что экипаж шестиколесника тоже вернулся на избу. Их вездеход сломался также недалеко от избушки. Сейчас нас на избе 7 человек, 2 собаки, и один всего лишь целый горный снегоход. По сути, мы оказались в таежной ловушке. Назад через болото мы проехать не можем. Вдоль Иксы попытка наша тоже не увеличалась успехом. Мы ночевали в лесу, река замерзла. Все, будем лучше делать. Как отсюда убираться? Поэтому мы опять делаем звонок к друзьям, и завтра к нам должен приехать Шерп. Шерп приехал, привез запчасти, сварочный аппарат, карданы, металл, механика. Поэтому сегодня мы весь день чинили, и уже ночью наконец-то все вездеходы на ходу. Снегоходы нам пришлось оставить, потому что один из них не подавал никаких признаков жизни. А гнать через жидкое болото один смысла нет. Поэтому мы оставили оба. И на трех вездеходах наконец-то сравним в бою Шерп, шестиколесник и четырехколесник. Мы едим через Иксидское болото. Чуть левее. Чуть левее. Ага. Прямо идти туда. Не газовый. Прямо идти туда. Не гонос. Не газовый. Я не гонос. Я не гонос. Прямо меню. Прямо ней. Ага. Ага. Един cozy. Сегодня восьмой день нашего приключения, нашей поездки выходного дня. У нас здесь куча техники, и мы возвращаемся наконец-то домой. Здесь оставил свои отметки, сейчас покажу. Чуть выше стоит, тем у него больше статус социальный. Вот, вон та последняя, метр с четырёх. Хитрый, залазил, наверное. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»